Привет, меня зовут Андрей Браханков, я профессиональный триатлет, член сборной команды России по триатлону, чемпион Европы прошлого года на средней дистанции. Сегодня я нахожусь в сфере на магазине Giant Fitness Place. На что обратить внимание начинающему триатлету при выборе шоссейного велосипеда? При выборе шоссейного велосипеда в первую очередь обратите внимание на цену. Я советую первый велосипед брать не дороже 150 тысяч. Начинающие триатлеты для начала садятся на шоссейный велосипед, пробуют, катаются, ставят себе контактные педали, покупают туфли. Если это их устраивает, то они могут в первые старты выступать на шоссейном велосипеде. Для них это будет удобнее, да и вообще тренироваться на шоссейном велосипеде удобнее. Все равно впоследствии они покупают разделочный велосипед, и разделочный велосипед стоит в разы дороже, чем шоссейный. Поэтому я рекомендую взять первый велосипед дешевле, чтобы научиться правильно сидеть, кататься, чтобы было удобно и пройти свои первые гонки. Нужно обратить внимание на размер рамы. Нужно учитывать свой рост, сопоставить его с размерной сеткой. У каждого производителя есть размерная сетка, в которой можно поставить свой рост с определенной моделью велосипеда. Конечно, если есть возможность, то лучше подъехать в магазин и прямо в магазине сесть на велосипед и все померить. А рама должна находиться между ног, ты спокойно контролируешь все. Тогда она типа размеру подойдет. А если ты на ней сидишь, то значит она тебе велика. Рама L для меня будет уже большая, потому что я на ней сижу. Обратите внимание на аэрораму и горную раму. Аэрорама подходит больше для равнинных гонок. Она более тяжелая, она более обтекаемая, более жесткая. А если горную раму, она более легкая, но она также жесткая. Именно по равнине не будет такого хорошего наката, как у аэрорамы. Но зато в горы будете на ней залетать, дай боже. Четвертое, чтобы я обратил внимание, это колеса. Есть колеса с низким и с высоким профилем. Здесь средний профиль 4 сантиметра. Высокий профиль, он лучше идет по равнинной трассе, чем низкий. А низкий профиль, он как раз предназначен больше для горных трасс. Потому что колеса... С низким профилем делают более легкими, облегченными. Ну, также на низком профиле хорошо тренироваться. Потому что, когда ты ставишь более большой профиль, колеса лучше накатывают. И поэтому держится выше скорость. Можно поддерживать более высокую скорость именно на высоком профиле, а не на низком. Еще один критерий выбора велосипеда, это оборудование. В бюджете до 150 тысяч, это обычно идет либо Shimano 105 оборудование, либо Ultegra максимум. Это механическое оборудование. Если вы уже хотите велосипед с электронным оборудованием, то тут придется доплатить примерно плюс 100 тысяч. Но каждый выбирает свое. Кто-то любит электронику, кто-то любит механику. На вкус и цвет. В нынешнее время тенденция пошла ставить именно дисковый тормоз. Он, конечно, обеспечивает больше безопасности, чем обычные тормоза. Этот дисковый тормоз лучше тормозит именно в сырую погоду. Колодки быстрее сохнут, он быстрее вцепляется. Если говорить как для безопасности, то дисковый тормоз эффективней. Намного эффективней. Я вам рассказал базовые критерии выбора шоссе на велосипедах. Но если у вас остались какие-то вопросы, или вы что-то хотите добавить, то пишите в комментариях.